Добрый день, друзья! Здравствуйте, с вами доктор Константин, с вами тема Алексея Федорова, следующая боль в пальцах рук с нарушением чувствительности в пальцах рук. Вот, пожалуйста, человек со временем чувствует, что руки начинают неметь, что-то покалывание, почему-то начинает боль в суставах, пальцах рук, почему-то чувствительность горячему, холодному. Вот, у одних это повышено, у других это понижено. Итак, частенько западной медицины это говорит, что это защемление нервов на руках. Это относится так к западной медицины. Отчасти не правы, почему? Потому что прежде всего нужно привести позвоночный столб в порядок. Здесь турник вам в помощь, спать на досках вам в помощь. Вот, если держать свой позвоночный столб, вам в помощь. Почему? Потому что позвоночный столб отвечает за все наши рефлекторные движения. Вот, это все отвечает позвоночный столб. И будьте внимательны, когда будете наводить порядок на позвоночный столб. Не надо прыгать, залазить сразу на турники, стараться расслабиться. Нужно потихонечку все это вводить в ваш ритм, образ жизни. Если вы не будете это вводить, ну тогда вас ведут в больницу. Чтобы этого не было, пожалуйста, прислушайтесь к данной информации и делайте выводы. Конечно же нужна диагностика 12 меридианов. Почему? Потому что все-таки 6 меридианов у нас проходит по верхним конечностям. По рукам точно так же начинается и здесь начинается движение энергии ци практически в меридианах верхних конечностей. Такие как меридиан легкий. Трана обогревателя, толстый кишечник в сердце, перикардель. Пожалуйста, тонкого кишечника. В каком состоянии эти меридианы? Воспалены ли они? Много энергии эта энергия? Что порождает вот эту боль в пальцах, боль в суставах в пальцах? О немениях, всеразличные покалывания, неприятный дискомфорт, ощущения, температурный дисбаланс. Это все может породить избыточное состояние меридианов ручных. Точно так же это может породить и недостаточность меридианов. Представьте, тройной обогреватель отвечает за распространение и контроль тонкой энергии по нашим меридианам. Представьте, этот меридиан не работает. В следствии чего, что подкожная структура нарушается движение энергии ци. А мы знаем, что кожу контролирует что? Меридиан легких. И точка P11, шаошан, одна из точек, которая что? Помогает справиться с болью в пальцах, вот, рук. Ну и, конечно же, с нарушением чувствительности в этих пальцах. Поэтому, помните, без диагностики 12 меридианов на первом этапе мы можем помочь. Но если уже хроническое это состояние у вас одолевает, и это состояние начинает вас порабощать, начинает вас завоевывать, пожалуйста, не ждите диагностика 12 меридианов на помощь. Потому что нам не только нужно знать, в каком состоянии меридианы в верхних конечностях, а также и в нижних конечностях. Почему? Потому что вверх контролирует низ, низ контролирует вверх. Чтобы вы это знали. Потому что восточная медицина не лечит те или иные заболевания. Оно приводит в гармонию состояния энергии иния. Движение энергии ци тонкое, в следствии чего, что болезнь не может жить в вашем организме. Спасибо за внимание.